Добрый день! Мы продолжаем нашу рубрику озвучивания статей с моей литературной странички. И сегодня мне бы хотелось озвучить, ну или прочитать статью, которая называется тайна мозга или алхимия сознания. Говоря о мозге, мы говорим о себе, о человеческом разуме и сознании. Начнем разговор с центросомы. Она из тех, в кого влюбляются с первого взгляда, кому хранят верность, но кого не понять до конца. Она так и не разгаданная за 130 лет тайна. Приблизимся к ней. Центросома – крошечная точка в геометрическом центре клетки. При делении – метозия. Она разбирает хромосомы к полюсам и выпускает некую антенну, которая принимает сигналы с высшего плана для коррекции деления и отслеживает все проявления. Центросома – ключевая структура, концертмейстер клетки. Нарушение функции центросомы приводит к аномалиям в развитии организма. Почему центросома так важна для организма? Потому что она – мозг клетки. Она хранит все генные шифры. Центросома тесно связана с корой головного мозга. При облучении лазером она погибает, а вместе с ней погибают и соматические клетки, которые формируют тело. Однако сама центросома является живым лазером. Свечение ДНК – это ее рук дело. Работая в паре с кровью, она запускает механизм регенерации клеток, восстановление и омоложение. В настоящее время эти процессы возникают спонтанно у многих людей. Фактически это уже происходит в планетарном масштабе, естественно. Откуда же такая глубина? Истоки центросомы уходят в глубокую древность. Ее тайна связана с передачей наследственности. Центросома хранит огненный или многомерный генетический потенциал. Старинная рукопись называет его духами огня лха. Лха – это божественные учителя человечества во множественном числе. В свое время Луи Пастер определил основное свойство живого вещества. Это исключительно правая закрученность молекул нуклеиновых кислот ДНК и исключительно левая для белков. Поскольку принцип выполнялся везде, его стали считать основным признаком жизни. ДНК накручивает спираль на гистон. Это белок с высокой степенью эволюционной консервативности. Говоря проще, гистон хранит приказ держать форму. Поэтому все его структуры предназначены исключительно для выживания. И тогда жизнь является собой матричное копирование с последующей самосборкой копий левых форм при механизме репликации. И так было до 2000 года. ДНК имела право молчать, храня величайшую тайну в своих тонких полях. Как минимум 10 спиралей или уровней сознания или уровней магнитного поля. Однако базовый уровень уже работал в древней третьей коренной расе. Её называют лемурийская. Тогда боги или высший разум напрямую общались с людьми. Эти спирали или энергоуровни ДНК на древнем языке, порождением которой является санскрит, называются джая, победители. Кто же эти лха и джая? Лха, оставившие свой потенциал в центросоме, когда-то звались божественными строителями. Это существа, которые достигли своего божественного статуса на других планетах, пройдя путь, подобный тому, по которому идут сегодня люди Земли. Они создали генетический механизм джая. Творчество строителей Вселенной и создателей миров основано на глубочайшем знании свойств атома и законов, которым он подчинен. Механизм призван оживить некое спящее качество в молекулах. Толчок к достижению этой цели исходит от солнца или сияющего лика. В настоящее время это так и происходит. Духовный потенциал, он же центросома, относится к тем рангам лха, которые управляют передачей наследственности, и человек начинает пробуждаться к осознанию единства со всем живущим. Его природа при этом полностью преображается, он становится излучающим центром любви. Это стало возможным в настоящее время потому, что материя Земли уже вошла в точку, где ранее скованная энергия излучения сбрасывает свои оковы. Спадает пелена, который закрывала глаза человека на протяжении веков, буквально. Человеческий глаз уже может исполнять функции микроскопа. Более того, оптический нерв сейчас становится таким, что глаза начинают видеть другие измерения. А ведь глаза – это тоже мозг. А вот перевод имени лха с помощью буковника все светлые грамоты. Грамота работала задолго еще до Кирилла и Мефодия, которые упростили язык и культуру. Буква Л означает люди или концентрированное отображение мирового яйца. Буква Х – это знак вписывания небесных людей, пришедших высшеземными знаниями в земных людей, то есть воплотившимися. Буква А – это человек, достойный Бога, сын и дочь. Более того, термин генетика раскрывается в буковнике как генэтика – материя, то есть живая этика. С 2000 года на планете и в космосе произошли необратимые изменения в сторону эволюции, то есть созидания, развития, и начала раскрываться центросома. Какие именно измерения? Здесь будет упомянуто о глобальных. 11 августа 1999 года харьковские ученые зафиксировали момент остановки Земли. На доли секунды планета умерла, потому что исчезло магнитное поле. Планета через миг родилась заново, и магнитное поле восстановилось, но уже с другими параметрами. Мы возродились, у каждого стал иной энергетический каркас. Суть происшедшего. Через центросому стала транслироваться программа на возрождение. Джая стали проявлять себя, ведь они работают в ДНК и речи – звуковой алфавит. Звуковой алфавит на тонком генетическом уровне представлен аминосоединениями. Ведь люди общаются не словами, а акустическими запахами, тонкими колебаниями аминосоединений. Каждая нить ДНК проецируется на 49 планов или 49 пламен духа. Молекула ДНК и центросома являются проявленным вихрем звездного дыхания. Акустические моменты – это жизненная необходимость, потому что мы состоим из той же материи, что и разреженные облака протозвезд. Мало кто останавливает внимание на том, что для деления ДНК на РНК нужен водород. В организме водород вырабатывается митохондриями. И для заживления ран в организме рождается пероксид водорода H2O2. Но где же дополнительный водород для расплетания ДНК? Он есть. Планета постоянно окутывается водородными облаками из центра галактики. Водород в понятии метафизики – растворитель прежних органических связей и переносчик огненной мысли основы. Вот примеры разуплотнения органики в теле. В эритроцитах и в клетках водорослей, которые были самыми первыми одноклеточными на планете, они рождены задолго до появления человека. В них есть белок – пероксиридоксин, чей цикл жизнедеятельности протекал ровно 24 часа. фактически этот белок и держал на себе суточное время. Но, начиная с 2008 года, белок стал вырабатывать новое время – 18 часов. Мы стали другими. Постепенно. И теперь мы разнимся все по своему личному времени. У одних белок живет 20 часов, у других – 18, у третьих – 16. Есть и такие индивидуумы, чей белок работает выборочно по сознанию. Вот и подошли к сознанию и разуму клеток. В центросоме, как и в любом атоме, 11 измерений. Наши чувства изменяют генетическую структуру. Какая может быть трехмерность? Секрет человека внутри мозга. Ибо мозг есть церебральный генератор. Топливо, слова и частоты. Резонанс буквенных и звуковых частот изменяет сознание клетку. Когда на новый уровень настроится достаточное количество клеток, остальные переходят квантовым скачком. Трансмутация начинается с переориентации клеток головного мозга. Они начинают распознавать сигнал не на основании опыта, а здесь и сейчас, используя свой разум. Меняется химия. Лимбический мозг, а это мозг рептилий, бей или беги. Он нынче сдает свои позиции очень активно. Гипоталамус меняет команды. Включается эпифизарное сознание вне зависимости от полового инстинкта. Гипофиз производит гормоны новой структуры – воздушной, пространственной. ДНК меняет линейность и становится тоже пространственной, достраивая волновые этажи. Ток крови влияет на мозг, питает и контролирует. Это важная составляющая передача информации, которая определяет мысли и чувства. Произошли в свое время два события, после которых начался вал открытий о мозге. Первое. 29 декабря 2004 года произошел взрыв нейтронной звезды, который отметили все обсерватории мира. И под дном Индийского океана лопнула напряженная плита. Именно тогда сдвинулась ось вращения Земли и возникла цунами. Второе событие. 17 октября 2006 года. Земля вошла в галактический ультрафиолетовый луч очень большой мощности. В 10 часов 15 минут сообщили по радио об этом событии. А потом в течение следующих двух минут в эфире была полная тишина. Пик луча пришелся на 17 часов 19 минут, а выход из луча произошел в 1 час ночи 17 минут. 29 апреля 2010 года в Израиле, Кейсария, нейроиммунологи открыли связь между активностью головного мозга и духовностью. И еще открытие. Оказалось, что галлюцинации или видения связаны с работой сознания, а вовсе не вызываются отсутствием кислорода. Сила мозга – это прием более 235 тысяч каналов или частот. Работа происходит в веерном режиме. Мозг принимает волны и преобразует их в изображении звук, как телевизор. Целостность картинки зависит от мощности сознания, от способности спокойно воспринимать новую информацию и от чистоты сознания, чистоты мыслей. То, что называется воскрешением, является на самом деле раскрытием кодов мозга. Вы не умираете, вы можете жить в физическом теле и быть вознесенным человеком. Кстати, руки и пальцы – самые мощные фокусные точки. Они передают энергию по каналу мозга. Отсюда поглаживание себя руками, как электрическое самоисцеление. Звук человеческого тела составлял 570 триллионов герц, а вся память воды соткана звуковыми частотами. В мозге открыт механизм подавления страха смерти. Мозгу ведомо будущее. Это средний мозг, черное вещество, полосатое тело. Творческие личности имеют дивергентное мышление. Это совсем другая работа мозга. Это означает, что стали просыпаться древние формы видения и ориентации в многомерности. То есть те самые лха и джая. Есть ли подтверждение этому? Да, есть. Первое. Существует резкая вибрационная граница, которая уже разделяет людей физически. Они буквально перестают видеть и ощущать друг друга. Начал проявляться феномен прохождения сквозь другого человека. Разные частоты, разные вибрации, разные реальности. Второе. Открыта взаимосвязь магнитных параметров генетического аппарата человека с магнитными параметрами галактики. Ядром личного пути генерирует, излучает мощный световой код, делая ДНК мягкой к эволюции и раскрывая мусорную ДНК, которую по неразумению назвали ее генетики, те самые 97% или многомерный геном. Третье. Частота колебаний мембраны клетки связана с базовой частотой Земли. Она же частота Шумана. И с работой альфа-ритма головного мозга. Долгое время она была неизменна. 7 Гц – это уровень страха. Это инфразвук, который, кстати, 7 Гц, он губителен для человека. А мы жили на частоте 7,8 Гц. С 1980 года частота Шумана стала увеличиваться. А к 2000 году подошла к 11 Гц – нижний порог так называемой разворачивания клетки. Микробиологи забили тревогу, ибо на 13 Гц на основании экспериментов 80-х годов рушились клеточные мембраны. Барьер в 13 Гц мы успешно преодолели в 2005 году и даже не заметили этого. Каждый из нас стал ходячим божественным артефактом, даже не замечая в повседневности. Теперь в мозгу практически всех людей готов к раскрытию мощный потенциал творческого полета. Он включается самостоятельно. Божественный свет готов к сотрудничеству с каждым, поднимая человека на уровень сотворца. Четвертое. С 2000 года у людей постепенно начинает открываться центр сердца, излучающий энергию, названную безусловной любовью. Это делает солнце или солнечной мутации. Связь между командами мозга и их выполнением посредством ДНК осуществляется глубинной энергией, изменяющей материю. Это вызывается сознательным намерением или желанием. Чувства рождают события. Шестое. ДНК – это сверхпроводник электрического тока, чья площадь сечения равна длине волны электрона. ДНК высвобождает магнитную энергию при намерении. Эта энергия идет в клетке на исполнение, а это и есть материализация. Седьмое. Высшее состояние сознания очищает все кровеносные артерии. Правое и левое полушария мозга при этом работают синхронно. Так рождается мощное резонансное поле высшей гармонии, потому что мозг голографичен и многомерен. Сознание изменяет ДНК, переписывает команды и рождает элементарные частицы. Восьмое. Пояснение голографичности. Любой предмет во Вселенной не существует сам по себе, а включает все остальное. Мы живем в непрерывном спиральном движении. И открытие многомерности ДНК. Геном живет на двух этажах. Активные гены и тонкая часть. Есть и более высокие этажи, на которых ДНК проявляет себя как фронктальная глобула. Вообще ни одно белково-нуклеиновое тело без потенциала сознательной клеточной адаптации не выдержало бы современных огненных потоков. А как же она происходит? Это сознательная клеточная адаптация. Огненные потоки есть не только в космосе. Они вплетены в мысль, в ее самую сакральную часть. Вы знаете, что во Вселенной есть некий слой информации, называемый свитки Акаши или хроники Акаши. Там много уровней, как полок в библиотеке. Выбор нужной полки происходит посредством энергетического метронома. Квантованные диалоги на субатомарном уровне. Клетки при адаптации сознательно используют эти диалоги для выбора нового оптимального состояния. Мысль рождается на стыке миров. Атом водорода несет на себе зеркально проявленную функцию очень сложных комплексных переменных. При определенных условиях в крови появляется огненная молекула. И осуществляется организация ядерно-органических каскадов, когда квантованные уровни взаимных переходов перекрещиваются, рождая новые вещества. В энергетическом плане человек – это природная пирамида со своими магнитными полями. Однако магнитные поля могут быть урезаны страхом, и тогда человек убивает сам себя. У каждого из вас есть свой канал развития – это интуиция, высшее Я. Каждый из вас – свет Вселенной. Интуиция и восприятие рождают вдохновение. При этом воображение работает как чувственная способность разума. В результате коды мозга соединяются с особыми волнами центра галактики. Так происходит настройка с высшим божественным планом. И чем больше работает мозг, тем мощнее энергию он производит, укрепляя клетки. При этом интеллект выполняет функцию направляющего механизма всех ментальных уровней. Это своеобразная динамо мозга. Почему так? Потому что мозг находится на вселенской вибрации кода искусства. Это высочайший код. Можно сказать, что люди, время, частота и телепатия – одно и то же. С 17 по 21 марта 1996 года в Бразилии состоялся первый планетарный конгресс по правам биосферы, где был принят закон времени. В природе качество красоты является высочайшим. Это научная и математическая функция многомерного времени. Когда индивидуальная и коллективная гармония проявляется совместным полем глубинного резонанса. Закон времени – это цельносистемная наука. Мы все испускаем электромагнитные волны. Более того, токи головного мозга идентичны токам полярной ионосферы. Аналогом стресса является магнитосферное буря. Это все химия мозга на тончайших планах и химия крови. Химизм мысли при этом базируется на рекордах составления матричной материи на вибрационных диалогах Акаши и их производных. Говоря проще, ДНК активно воздействует на квантовую основу мироздания и меняет поведение частиц света, потому что сама соткана из света. С 2005 года излучение и пламенные, плазменные выбросы солнца мутируют всю жизнь на Земле. Старая воля исчезает. А человек – это есть космическое существо. Алхимия сознания заключается в освобождении от слов и объяснений, так как сознание – субстанция, из которой состоит все мироздание. Вселенная основана на принципе полярности. В ней работает встроенный полярный магнетизм. Первичная электромагнитная полярность порождает магнетизм и электричество. Вообще, Вселенную нельзя понять без Бога в середине уравнения. И современная наука к этому постепенно приходит. Трехмерная наука все разделяет без объяснения. Большинству ученых неведом свой собственный разум, а поэтому они ставят под сомнение и сознание природы. Когда ученые говорят, что этого никто не знает, то имеют в виду нечто отличное от своей темы. А человек настолько препарирован, что за исследование давно потерян общий смысл. В науке ныне, в классической ортодоксальной, правят догмы, а это проявление ментального рабства. Расширение сознания открывает и проявляет космическую науку, основанную на контроле мыслеволн, элементальных паттернов. Корень всех загрязнений и болезней – это болтливые мыслеволны, и поэтому мы все ответственны за чистоту помыслов. Многие путают разум с мозгом. В чем отличие? Мозг – это вселенский архив, божественная матрица, место обработки информации. Он не изменен с начала первого воплощения. Это не серое вещество, сразу оговорюсь. Разум складывается из мозга и высокоэфирных органах чувств. Так происходит соединение с Вселенной. При этом галактический мозг оценивает целостную первозданность и космическое осознание. Это регистрируется как ноосфера. В системе человека эти две матрицы соответствуют гармонической генетической программе как биотелепатическому комплексу. Давайте признаем, что сознание современного планетарного человека буквально содрогается при мысли о собственном божественном совершенстве. Как вы думаете, почему? А потому что это конец привычному миру и локальному, в том числе, для каждого из вас. Солнечные вспышки преобразуют электро-нейромолекулярную систему, организм наш, на тончайших уровнях. Это космическая реальность. Ноосфера призвана трансформировать космическую энергию в психические и ментальные структуры каждого. Конечно, разум имеет относительные абсолютные уровни. На абсолютный уровень это совершенная гармония. Относительный уровень мы видим некий процесс и судим на основании собственного божественного интеллекта. Но чтобы уметь так видеть, природа, она же Бог, она же Творец, она же предвечная сила, раскрывает медитативное состояние разума в повседневной жизни, в наших буднях. И мы учимся различать ценность информации, останавливаем бег мыслей по кругу. Заканчиваем дебри умностей трёхмерного мира. Кстати, однажды сопоставили ДНК с еврейским и арабскими алфавитами и прочитали «Бог вечный и единый внутри каждого». Почему? Потому что ноосферное мышление не является материалистическим. Планета обладает разумом – ноос. Поэтому мы все проходим мутацию, ведущую к космическому сознанию. Но почему все эти непонятные слова? А дело в том, что любое полезное для вас знание о мозге и на сфере, как о вас самих, ускоряет и осаждает ментально-духовный скачок в глубинах сознания и в самовосприятии. Вселенский свет скрыт в каждой клетке. И человек, как генератор энергии и света, звучит квантономио цитобарико. Кванто – число, цитоклетка, барико – давление. Сверхсознание – это наивысшая точка органической эволюции. Научное понимание божественной цели проходит через гармонизацию интеллекта. Взаимодействие разума и материи происходит через установление различных состояний гармонии. А интеллект человека проявляет научные, математические и эстетические принципы многомерности. Что самое главное сегодня – самосовершенствование. Конечно, у каждого есть свои личные цели, задачи, трудности и вопросы. Но если задуматься, они все ведут к одному – к самосовершенствованию. Когда вы сознаете, что вы есть и чем не являетесь, тогда начинается истинное развитие. И каждый сегодня стоит на пороге собственного духовного пробуждения. И однажды вы дотянетесь до уровня собственной божественности, своего престола. И пойдете дальше. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего.